Продолжаем чтение книги под редакцию Кулюгина, правителя России. Сегодня читаем о великом князе Константине Всеволодовиче. После смерти Всеволода Юрьевича, великого Владимира, Суздальское княжество разделилось на два юрий, господства Владимира, Суздаль и Константин в Ростове-Ярославле. Оба стремились к власти над всем княжеством, и оба готовили козни друг против друга. В их распорю невольно втянулись меньшие братья Ярослав и Святослав. Поддерживали Юрия. Владимир был на стороне Константина. Судьба способствовала встрече братьев на поле брани в 1216 году. Спор возник из-за Новгорода. Жители этого города, не желая иметь своим князем гордого, строптивого и заночьего Ярослава, обратились за помощью Мстиславу, Мстиславовичу Удалому, их постоянному покровителю. Тот призвал в союзник Константина, обещая в случае победы, возвести его на Владимирский престол. А за Ярослава вступился Юрий. В кровопролитной битве Юрий и Ярослав, оказаясь побежденными, и Мстислав выполнил обещание. Константин стал великим князем объединенного Владимирского княжества. Юрий вынужден был уехать в свой удельный город. Скоро Константин серьезно заболел. И, надеясь в случае своей смерти оставить своим юным сыновьям второго отца в лице брата, пригласил Юрия к себе. Он дал ему Суздаль и объявил наследником великого княжества. Братья торжественно поклились забыть прошлое, и в Владимирские земли пришла тишина. Больной Константин, чувствуя приближение смерти, больше думал о Боге и о душевном очищении, нежели о власти, и велико княжеском правлении. Он не требовал повиновения от слабейших князей, не реагировал на события в Южной Руси. Вслед с его чрезмерной крутости В Рязанской земле было свяжено гнусное злодейство. Коварные князья Глеб и Константин, желая властвовать над всей Рязанской областью, обманно заманили к себе и убили шестерых рязанских князей, среди которых был родной брат Глеба. Это убийство осталось безнаказанным. Константин, изнарённый, может быть недугом, довольствовался лишь сожалением о несчастных, строил церкви, раздавал милостыни и с восторгом ловызал святые мощи, привозимые ему из Греции. Он умер 2 февраля 1218 года, оплакиваемый как боярами, так и нищим людям. Отдавали дань его мудрости и добродетели. Суздальский летописец говорит, что сей князь не только читал, многие. Души и щипательные книги, но и жил по правилам. Он был исполнен ангельской верой и столь кроток, что старался не опечалить ни одного человека, любя делом и словом утешить каждого. Прозвища добрый и мудрый остались в летописях рядом с именем этого князя. После смерти Константина на Владимирский престол вновь сел Юрий. Некоторое время спустя он предпринял поход против камских булгар и в 1221 году заложил город Нижний Новгород. Вместе слияние Волги и Аки как сторожевой пост на входе булгарской земли. События в юго-западной Руси, где шла война гайских князей с венграми и ляхами, не трогали Юрия Вселоча. Занятого только внутренним обустройством своей земли и безопасностью новгородцев, которым угрожали немецкие рыцари, католическое крещение Прибалтики продолжалось. Вслед за немецкими рыцарями, оладевшими всей Южной Ливонией, туда вторглись датские и шведские феодалы. В 1219 году датский король основал на эстонском берегу замок Ревель, позднее город Таллин. В 1223 году Россия впервые услышала татара монголах. В тот год в Галич к Мстиславу удалому неожиданно явился главный плавецкий хан Катян со своими ханами-подручниками. Они были в страшной тревоге и смиренно, даже униженно стали просить русских о помощи. Пришли на нас, говорили они, лютые враги, разорили нашу землю, помогите нам, а не то они придут и к вам и сделают с вами тоже. «Кто такие эти враги?» спрашивают русские, но половцы ничего о них не знали. Они рассказывали только, что пришли полчища завоевателей из-за Каспийского моря, что они храбры и люты в бою и пощаду никому не дают. Они напали на Половецкие степи, множество полцев побили других, загнали за Дон и Днепр. «Как же зовутся ваши враги?» спрашивают русские. «Зовутся они татарами», отвечает хана. Мстислав Водолой созвал в Киев многих русских князей. «Был зван и великий князь Юрий Всеволодч. Но он от участия в Совете отказался, надмену заявив, что на татар он идти сам не может, так как презирает их племя поганая. Прибыли на Советы знатые половцы. «Если мы, убеждал Мстислав, не поможем теперь половцам, то они передадутся татарам и вместе с ними нападут на русскую землю. Лучше нам встретить их на чужой земле, чем на своей, решили русские князья». На встречу неизвестному неприятелю из Южной Руси выстрелило большое войско. Одни плыли на ладьях, другие ехали на конях, третьи шли пешком. Днепр был так покрыт ладьями, что по ним можно было перейти с одного берега на другой. Ежедневно к войску прибывали отряды половцев. Все верили в успех и бодро шли половецкие степи татары дважды прислали послов к русским, предлагая мир. Слышим, что идете вы против нас, послушавшись половцев, а мы не трогаем ни вашей земли, ни городов ваших, ни сел. не на вас мы пришли, на поганых половцев. Возьмите с нами мир. Придут к вам половцы, берите их и добычу берите себе. Слышали, что они и вам много зла творят? Но русская рать шла дальше. Первый дачный бой со стражевым отрядом татар окрылил русских. Войско переправив через Днепр и углубившись в степи, шло десять дней к востоку. Наконец дошли до реки Калки, за которой стояла вся сила татар, молодым князям и Мстиславу Далому. не терпелось броситься в бой, которому большое русское войско не было подготовлено. Между князьями не было согласия, каждый жаждал добыть победу собственной отвагой. Отдельные княжеские дружины смело ринулись на татар. Несчастная битва началась, за дружинами вступили в бой и половецкие орды. Но татары, несмотря на большие потери, выдержали первый удар и опрокинули молодушных половцев. Те бросили свои позиции, бежали в тыл, смяли русские полки, которые еще не успели подготовиться к бою. Поднялась суматоха. С дикими криками налетели конные татарские отряды на русское расстроенное воинство, смяли его и обратили в бегство. Пешие, конные, телеги все перемешалось. До самого Днепра гнали татары русских. Множество их погибло. Шесть князей было убито. Первый раз в жизни бежал и знаменитый Мастислав удалой. Между тем, спасти разгром русских полков мог князь Мастислав Арманович Киевский, который стоял на берегах Калки в укрепленном месте. Но в виде бега с Сородичей он не тронулся с места. Татары поступили к его укреплению через три дня безуспешного штурма, овладели им хитростью. Они предложили выпустить Мастислава и его дружину на свободу за определенный выкуп. Князь согласился, но татары в жестоком остервенении изрубили всех русских. Мастислава Романовича вместе с двумя зятьями задушили под досками и сели пировать на их трупах. Татары шли дальше, предавая всю огню и мечу. Напрасно жители некоторых городов с покорностью выходили к ним навстречу. Всех они били без пощады, уже охватил всю русскую землю. Ужас охватил всю русскую землю. Не дойдя до Киева верст около ста, татары неожиданно повернули назад и скрылись в степях, так же неожиданно, как и появились. Так бесславно для русских закончилась первая встреча с татар монголами. После несчастной битвы русские несколько лет ничего не слыхали о татарах, надеясь, что этот страшный народ прошел по их земле, как привидение. Русь отдыхала. Грозная туча как не билась, так внезапно и исчезла. Но вместо того, чтобы использовать передышку для единения русские стали травить свежую рану новым между собиями в 1224-25 годах, много хлопот доставлял Юрию свободолюбивый Новгород. Великий князь вынужден был идти к нему с дружиной. В 1226 году в пределы Руси торглись литовцы. Брат государь Ярослав изгнал неприятель. Следующие два года были памятны в правлении Юрия походами русской дружины в Финляндию. В конце 1237 татарские войска вновь вторглись в Русь. имя предводитель хан Батый внук умершего в 1227 году Джингисхана. Полчища Баты осадили Рязань. Князья рязанские запросили у Юрия помощи. К сожалению, великий князь не откликнулся на их зов надменный своим могуществом. Он намеревался один управиться с татарами. Втайне он надеялся, что силы татар иссякнуть в ратях с другими князьями и тогда их можно будет взять голыми руками. Вскоре Юрий Всеволодович горько пожалеет о своей гордыне. Несмотря на отчаянное сопротивление горожан Рязань пала. Раздраженный непреклонностью обороняющихся Батый повелел полностью разрушить город. Рязань являл собой вид незмеримого кладбища с кучами пепла и трупами, терзаемыми хищными зверями и птицами. Полща татар двинулись вглубь северо-восточной Руси. В сражении под Коломной русские дружины вновь потерпели поражение. Батый жег Москву, приняв ее князя Владимира сына Юрия Селдовича. Великий князь содрогнулся, увидел, сколь опасен неприятель оставить двух своих сыновей Всеволода и Мстислава защищать столицу. Юрий выхал из Владимира. 2 февраля 1238 года татары появились под стены Владимира. Часть войска Батый отрядил к Суздалю и без сопротивления взял его. Жители столицы отвергли предложение татар добровольной сдачи города. Батмеску Батый приказал казнить на виду угрожан приненного под Москвой Владимира Юрьевича и 7 февраля начал приступ города. Владимирцы стояли насмерть. Они прекрасно понимали, что им не совладеть с полчищами врагов, но унижаться или просить мира они считали постыдным и бесполезным делом. Татары никому не давали пощады. Вдруг ворвался в город у золотых ворот и еще в нескольких местах враг ворвался в город у золотых ворот ничего не вижу и еще в нескольких местах епископ супруга великого князя с дочерью внуками с нохами с боярами многими жителями заперлись в главной соборной церкви татары ворвались в храм и начали грабеж. Драгоценные камни, золото, серебряные сосуды, ризы с икон, древнекняжеские одежды все попало в руки хищников затем они зажгли церковь многие погибли пламени и задохнулись в дыму русская столица пала Зоевав Владимир татары пошли дальше разделившись на несколько отрядов одни направились к Ростову Ярославлю другие на Волгу и на Городец третьи к Переславлю за один только февраль 1238 года они взяли 14 городов в том числе Переславль Юрьев Дмитров Волголамс Городец и другие Юрий Селыч стоял с войском на реке Сити здесь он узнал о гибели своего народа и семейства супруги и детей здесь он пролил горькие слезы отчаяния боли и раскаяния здесь же пришли к нему твердость духа и решимость борьбы 4 марта Юрий и его брат Святослав встретили неприятеля в этой битве великий князь Юрий II Вселыч был убит многочисленные толпы Батыя устремились к Новгороду взяли Тверь и осадили Торжок две недели держал осаду этот город надеясь на помощь Новгорода но в это несчастное время каждый думал только о своем спасении 5 марта Торжок пал татары направились к Новгороду уже Батый находился всего в ста верстах от города где виделась ему богатая добыча но вдруг напуганный лесами болотами этого края к радостному изумлению тамошних жителей повернул назад Козельскую семь недель стояли татары под этим маленьким городом городком они не могли поколебать твердости жителей никакими угрозами жизнью четырех тысяч своих воинов заплатил хан за взятие города Баты велел умертвить в городе всех безоружных людей жил младенцев стариков он назвал Козельск злым городом как бы утомленный убийством и разрушением Баты отошел на время плавецкую землю к Дону надеждой что буря миновала брат Юрия Вселыча Ярослав Вселыч спешил из Киева принять достоинство великого князя и вот лежало вселить жизнь в города и села лежавшие под пеплом и ободрить истерзанных людей оставшихся в живых нужно было заново строить государство с этого времени благодаря во многом безрассудной надменности погибшего Юрия второго Вселыча Русь лишилась главного государственного сокровища независимости начался отчет длительнейшему почина три века татаро-монгольскому игу в течение двух столетий древняя отчизна наша страдала от княжеского междоусобия иногда от иноплеменных хищников и все-таки эти времена оказавшиеся столь несчастны были золотыми по сравнению с тем что предстояло испытать Россию в будущем от татаро-монгольских завоевателей если бог до завтра будем продолжать субтитры 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 КОНГЛОС Продолжение следует...